Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я предлагаю вам вместе погрузиться в мир прекрасных ароматов бренда Ex Nila. С этими ароматами я познакомилась благодаря вот такому аромабоксу от интернет-магазина Rendezvous. В аромабоксе 8 ароматов по 1,5 мл. По-моему, камера плохо фокусируется. Давайте я вам подробно покажу, прежде как выглядит этот аромабокс. Здесь вот такая красивая коробочка, она магнитная. Внутри карточка с ароматами и непосредственно сами парфюмы. И кажется, что эти фиолочки очень маленькие, но в каждой из них до 35 распылений. И да, это спрей. Для меня это тоже очень важно. Для меня это великолепная возможность познакомиться с парфюмами, потому что тот же бренд Ex Nila не представлен в моем городе. И мне просто негде потестировать эти парфюмы. Я была знакома только с ароматом Fleur Narcotic. Но могу сказать, что мне кажется, не заслуженно он самый популярный аромат бренда, потому что есть другие и, на мой взгляд, не хуже. Также такие аромабоксы могут быть прекрасными подарками, таким парфу увлеченным, как я. Аромабоксы на сайте Rendezvous собраны по разным брендам, по тематикам. Их огромное множество. У меня аромабокс номер 26. Все ссылки на интернет-магазин, на аромабокс, я обязательно оставлю вам в описании. Сразу скажу, что это не реклама. За это видео мне никто не платил. Буду рассказывать вам свое личное мнение об ароматах, что мне понравилось, а что не понравилось. И если вам интересно, то оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Итак, давайте начнем рассматривать эти ароматы согласно карточке. И первый аромат, о котором мы с вами поговорим, он называется Boys Diver. И он мне очень понравился. Я прям вижу в этом аромате свою осень. Вы знаете, осенью я зачастую ношу такие нуарные ароматы, немножко готические, и это то, что нужно. Как раз-таки ассоциация у меня это осенний лес, немножко пожухшие листва, какие-то такие странные деревья, уже немножко подсохшие. Промозглый день. Я бы назвала этот аромат смолисто-почулисто-специевым. Здесь прекраснейший кардамон с гвоздикой. Они оттеняются пачули, но пачули здесь совершенно не колкие. Они довольно-таки спокойные. Есть какие-то анисовые капельки, которые придают особого шарма этому аромату. И прекрасная, потрясающая древесная база. Очень красиво, мне понравился. Буду разнашивать вот этот пробничек. И, может быть, в будущем подумаю над приобретением полноразмерного флакона. Второй аромат в карточке это Fleur Narcotic. Ну, как я уже сказала, самый популярный аромат бренда. Не хочется повторяться в своих видео, но хочется объяснить, что же мне не так. Дело в том, что когда-то много моих знакомых носили Fleur Narcotic, и он был повсюду. Поэтому как-то у меня сложилось, что этот аромат мне не нужен. И я чувствую здесь какие-то прокуренные немножко фрукты. Это личи, персик, бергамот. На старте они кисленькие, бодрые. И дальше появляется для меня табак, появляются белые цветы и древесная база. Неплохо, и, может быть, я бы относилась к этому аромату иначе, если бы не вот это но, о котором я вам рассказала. Следующий аромат в карточке это Sweet Morphin с вот таким красивым цветом жидкости. Это аромат на тему сирени, и это потрясающее, необычное прочтение сирени в парфюмерии. На старте это только сирень, а далее ее начинают обрамлять другие ноты. Это ирис, который смягчает аромат. Это немного цитрусов, которые придают аромату сирени какой-то лимонности. И также в базе я здесь чувствую или виноград, или виноградный сок. Такое красивое, просто потрясающее обрамление сирени. Обычно ароматы на тему сирени, они такие прямолинейные, я бы сказала, в лоб. Но мне кажется, что эти ноты, которые окружают сирень, в аромате Sweet Morphin очень ей идут. Следующий аромат, о котором мы с вами будем говорить, это Love Shot. И это аромат на тему кожи, и вы знаете, как-то у меня с кожаными ароматами не очень складывается. Не могу сказать, что я их не люблю, но мало какие кожаные ароматы мне нравятся. Но вот этот понравился. Эти ароматы действительно звучат очень дорого, чувствуются, как ладно они скроены, как хорошо они собраны. Действительно дорогая нишевая парфюмерия. И здесь это какой-то ягодный сок на подложке из кожи и мускуса. Все ноты невероятно красиво сплетаются воедино. Ничто из них не выпирает, не выходит на передний план. Может быть, после вот этого я даже пересмотрю свое отношение к кожным ароматам. Следующий аромат, который есть в нашей карточке, называется он Zipcin X. И он мне показался самым мужским. Если все ароматы, о которых я говорю, другие, они без какой-то гендерной привязки. Я вижу их как на мужчинах, так и на женщинах. То вот этот аромат на себе, например, я абсолютно не вижу. Но он мне нравится. Это аромат такого, я не знаю, статусного мужчины. Красивого. Аромат, безусловно, притягательный. Описывая его в нескольких словах, я бы сказала, что это свежий воздух. Ирисовая пудра, которая вроде как смягчает этот аромат, но не делает его женственным. Также латан и смолистые оттенки. Чуть-чуть мне это еще напоминает какой-то, возможно, мужской лосьон после бритья. Но не звучит этот аромат абсолютно дешево. Он красивый, он интересный. Ну и не для меня, хотя мне очень нравится, как он звучит. Следующий аромат в нашей карточке называется он Колонь 352. И это великолепный летний одеколон. Интересно, что в пирамиде нет имбиря. А пирамида это ягода можжевельника, лимон, ландыш, цветок апельсина, роза, белый мускус, белый кедр и глояк. Но на старте я отчетливейшим образом чувствую именно свежий имбирь. Как знаете, взяли корень имбиря и порезали. Далее добавляются цитрусы, это бергамот, это лимон. И в базе проявляется тончайший аромат ландыша. Опять же, ландыш в парфюмерии, он обычно очень громкий, но здесь он максимально деликатный, насколько это возможно. Он просто как-то добавляется к композиции, он где-то там на заднем плане. Великолепный летний одеколон, опять же, замечательно собран, звучит дорого. Очень гладный, очень аристократичный, мне понравился. Следующий аромат в нашей карточке это Devil Tender. И это прекрасный аромат. На тему розы мне представляется розовая роза, пышная в самом расцвете, невероятно красивая. Помимо этого, здесь есть замша, и как будто бы дама держит в руках, в замшевых перчатках, маленький букетик роз. Все это сверху посыпается ванильной пудрой, знаете, как дождик из ванили. Вот, так я это все чувствую. Очень женственный, очень нежный аромат, такой он тоже аристократичный. Поднимает настроение. Ну и вообще розу в парфюмерии я очень люблю. И последний аромат в этой карточке, в нашем сегодняшнем обзоре, это Last in Paradise. Аромат, который мне понравился, ну очень сильно. Это великолепный пион. Вообще пион в парфюмерии, он обычно фантазийный, потому что масло пиона не производится. И у каждого бренда пион он разный. Мне кажется, что это наиболее достоверная и точная передача аромата пиона в парфюмерии. Я чувствую именно пышный, красивый пион. Пион это мой любимый цветок. Мне в детстве на день рождения, день рождения у меня 24 июня, каждый год дарили пионы. И так уж сложилось, что я очень люблю эти цветы. У них невероятно тонкий и красивый аромат, не похожий ни на что другое. И здесь я чувствую пион. Также помимо этого лича, оно придает легчайшую кислинку, но не перекрывает пион. Все это на красивой древесно-мускусной базе. Несмотря на такую вроде как плотную базу, аромат все равно остается легким. Он создает весеннее настроение. Прекрасный, природный аромат пиона. Свежий, чистый и искрящийся. Очень мне понравился. И повторю свою мысль, что мне кажется, что есть более достойные ароматы у бренда Эксниила, нежели флёр наркотик. Ну или он просто уже надоел. Пишите обязательно в комментариях, знакомы ли вы с этими ароматами. Какой аромат от бренда вам больше понравился. Мне, наверное, понравились почти все. Но вот мужской, мужской самый, это Зитин Икс я бы на себе не видела. Остальные прекрасные ароматы, которые звучат дорого. Это ароматы, которые, ладно, отлично скроены. Это что-то новое, абсолютно неизбитое, не похожее ни на что другое. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Кстати, напишите также в комментариях, как вы относитесь к интернет-магазину Рандеву. Я с удовольствием почитаю, заказываете ли вы там что-то. Это вот был мой первый заказ. И, в принципе, меня всё устроило. Рада, что познакомилась с великолепными ароматами. Спасибо за это, интернет-магазин Рандеву. Я также приглашаю вас в свой инстаграм, в котором я пишу посты о парфюмерии. Если вам близка и интересна эта тема, то переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем отличного настроения. И всем пока-пока!